Сначала они полюбили шахматы, а потом друг друга. Наталья Погонина недавно вошла в десятку сильнейших гроссмейстеров мира и вышла замуж. Теперь в соавторстве со своим мужем Петром Ждановым она пишет книгу «Шахматную камасутру». Цель – привлечь больше внимания к шахматам. Основная идея – какие-то принципы камасутры, как искусство любви и какие-то идеи шахмат совместить. То есть не обязательно будет вся книга, нас немного неправильно понимают, я думаю, что мы всю книгу будем баловаться и просто сравнивать какие-то позиции. Он белыми, она черными. Шах и мат друг друга они ставят редко, турниров хватает. А вот книгу решили писать вместе. Петр делится некоторыми эпизодами их сочинения. Шахматисты иногда играют слепую между собой, то есть надо доску представлять своим зрителям. И то же самое есть понятие, как секс слепую в темноте. Мы предлагаем для сохранения концентрации, более экстремальных ощущений, тем, кто увлекается и шахматами, и сексом, совмещать твое дело. То есть одновременно вырубается полная темнота, отключается. Во-вторых, люди играют слепую, надо сохранять и там концентрацию. Наталья Погонина в шахматы играет с 8 лет. Недавно она привезла бронзу с чемпионата Европы среди женщин. Это самый высокий титул саратовской королевы шахмат. Впереди ее ждет женский супертурнир и выход книги. Рукопись должна выйти в начале следующего года. Сочинение уже вызвало большой интерес у всех посетителей сайта Натальи Погониной. Шахматная Камасутра заинтересовалась, нашел. Девушке понравилось. Буду заходить. Так что своей целью шахматисты добились внимания. К их виду спорта шахматная Камасутра привлекла, еще не выйдя в свет. Надежда Новикова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Оценим еще раз.